В эфире информационный канал Город, мы продолжаем. В Лузе арестован вор-рецидивист, который топором зарубил двух человек. Обвиняемый пришел в гости, где после алкогольных посиделок посырился с хозяином дома. По данным следствия, собутыльники заподозрили обвиняемого в нетрадиционной ориентации. Для ранее судимого мужчины это стало веской причиной убить обоих. Подробности в рубрике «Место происшествия» материал имеет возрастное ограничение. 39-летний обвиняемый Михаил зашел в дом, что называется «На огонек». Квартира, где все произошло, одно из таких мест в Лузе, где собираются алкоголики. В день убийства Михаил пил вместе с Александром и Юрием, которые старше его на 15 лет. Они оскорбили мужчину, а тот взял в руки топор. Я подошел и нанес несколько ударов. Куда еще раз? Вот сюда, вот сюда. Спящим приятелям Михаил нанес смертельные черепно-мозговые травмы. Сейчас обвиняемый арестован. Ему грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное наказание. На зло неверному мужу села за руль в пьяном виде жительница Вересников. Причем гонки под шофе привели к дорожному происшествию. Гонщица не вписалась в поворот и залетела на бордюр. Второй аварии не случилось. Нарушительницу вовремя заметили, а потом и задержали активиста ночного патруля и сотрудники ДПС. Вы в связи с чем выпили? С праздником православным? Нет, я была с любовником. А, с любовником? На улице Риммы-Юровской водитель машины с регистратором был в шоке от действий школьника. На повторе видно, что мальчик видел автомобиль и мог его пропустить, но в самый последний момент побежал. После увиденного автор видео предположил, что ребенок стал жертвой интернет-игры под названием «Беги или умри». Видимо, заданием для мальчика было перебежать дорогу перед автомобилем. Продолжение следует...